добрый день друзья с вами канал далее от города и я не на коновалова как и обещала нашла время чтобы прийти к своему дорогому соседу показать его кур кучинской породы и немножечко рассказать о них раньше у нас были эти курочки курочки точнее этой породы очень мы были ими довольны но поскольку меняли там кровь и переходили на лигорнов в общем кучинский у нас вывелись в этом году мы планируем во всяком случае у нас в планах есть то что мы будем закладывать в инкубатор яйца и попробуем для себя кучинок вывести вот именно будем брать у соседа потому что он привозил этих кучинок с другого региона в общем ни одной линии петуха и курочки но сейчас давайте я вам расскажу что я знаю именно о кучинских на первую очередь это одни из немногих пород которые абсолютно неприхотливы в уходе многие люди отмечают еще и то что они устойчивы к заболеванию тут немножечко я бы поспорила поскольку некоторые заводчики наоборот отмечают то что кучинский наоборот немножечко такие курочки с ослабленным иммунитетом и так не сушки отлично сохранили инстинкт наседок и это на самом деле так и есть иногда курочек приходится сгонять с яиц куры и петух отличаются крепким телосложением и вообще это мясо яичная порода в пять месяцев петушок весит два с половиной килограмма куры два килограмма в год уже петушок где-то три с половиной килограмма курочки 2 и 7 но а уже совсем взрослые петушки весят 4 килограмма а курочки около трех килограмм теперь особенности в содержание для кучинок обязательно должен быть выгу жердь она жердочка не такая как и для обычных кур поскольку они такие вот знаете птички крупноватые и не летают то для них лучше заменить и жердочку на такие не широкие полочки и делать невысокие насесты даже можно на полу размещать в общем низкие и самое главное что следить за чистотой но я думаю что все птицеводы которые содержат кур несушек трепетно относятся к своим птицам и независимо от породы следят за чистотой куры отлично несутся при минусовой температуре это такая вот знаете особенность кучинок у них очень хороший подпух гуляет они при 15 градусов не мерзнут быстро привыкает к новому месту месту практически не стрессует некоторых кур когда перевозишь с одного места на другое они пару недель стрессуют на кучинок по моему это не распространяется четырем месяцам цыплята уже достигают убойного веса и вообще также по мнению многих мясо кучинок считается одно из самых вкусных но у кучинок есть один большой минус они очень склонны к ожирению сами по себе курочки имеют хороший спокойный характер стрессоустойчивы а вот петушки если в курятнике куры проявляют вернее нарушают порядок то петухи проявляют агрессию и в общем-то курочкам в этот момент может не поздоровится теперь по поводу яйценоскости значит по если читать литературу по разным показателям где-то у них яйценоскость от 190 до 200 яиц год вес среднем 60 62 грамма и нестись они уже начинают в пять с половиной месяца ну иногда где-то в шесть месяцев и самая большая особенность это в раннем возрасте маленьких цыплят можно отличать от петушков ну а в остальном все как обычно правильное кормление утром мешанка увлажненная водой вечером зерносмесь цельная обязательно в летний период травку всякие овощи фрукты прекрасно кучинские съедают все отходы со стола главное не перекармливать норма должна соблюдаться суточная норма хорошая чистая вода мы вот лично все кто в нашем поселке живет своим курочкам даем обязательно яблочный уксус воду летом почаще зимой раз в неделю об этом у меня было видео можно посмотреть все кто делает это все отмечают хорошие результата но в плане того что у кур повышается иммунная система них нет проблем с пищеварением они ходят нормальным пометом и не жидким в общем давно уже это бабушкин дедушкин такой рецепта давно уже простыми людьми простыми птицеводами проверен и в общем яблочный уксус для кур да и для тех же кроликов он и положительно влияет в первую очередь на желудочно-кишечный тракт ну и для и на повышение их иммунитета обязательно зольник обязательно выгул все что вы для своих обычных кур делаете то и для кучинок никаких особенностей единственное все таки кучинки не содержатся в клетках то есть клеточное содержание здесь исключено да и вообще я ярый противник для кур не суши клеточное содержание куры будут нести вкусные яйца только в том случае если у них есть хоть небольшой выгу вот и все друзья на этом маленькое видео от нашего соседа олега я завершаю сейчас мы пойдем пить чай а вам желаю как всегда хорошего настроения крепкого здоровья вам и вашим питомцам всего доброго до свидания а и Продолжение следует...